МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Ануфриева, заместитель директора филиала по управлению персоналом УФПС Чувашии. Наталья Степанова, ведущая специалист по подбору персонала. И главный специалист по корпоративным коммуникациям Моксана Иванова. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Первый вопрос вам, Татьяна Федоровна. Расскажите про работу на почте. Какие специалисты у вас трудятся и по каким направлениям? Здравствуйте. Да, вы совершенно правильно отметили, что Почта России – это крупный работодатель. Только в Чувашском филиале трудится более трех тысяч сотрудников. Самые массовые профессии – это, конечно же, почтальон и оператор связи. Кроме этого, у нас трудятся сортировщики, водители, начальники отделений почтовой связи, специалисты по разным направлениям. Это и логисты, это и продажники, экономисты, бухгалтерам. Почта России сейчас очень сильно изменяется. У нас меняются бизнес-процессы, производственные технологии, совершенствуется логистика, внедряются онлайн-сервисы. И поэтому мы очень нуждаемся в высококвалифицированных специалистах. И не только. Мы приглашаем всех к себе на работу. Всех, кто хочет работать, кто хочет учиться. Мы всем будем очень рады и сделаем все возможное для того, чтобы привлечь к себе, научиться, как правильно работать. И приложим все силы к этому. Хорошо. Наталья Вадимовна, работу могут найти молодые специалисты только с образованием? Может быть, студенты или школьники, у которых нет еще никакого образования, могут прийти к вам и найти работу какую-то? У нас в филиале 68% операторов фронт-офисов. И 40% руководителей отделений связи – это молодежь до 35 лет. Думаю, цифры сами говорят за себя. У нас нет ограничений по возрасту, нет ограничений по образованию и по внешним признакам. Есть незначительные требования, но они минимальные. Это желание работать, обучаться, клиента-ориентированность и базовые навыки работы за компьютером. Если вы соответствуете требованиям, то добро пожаловать на почту. Что дает почта при трудоустройстве на работу? Во-первых, это возможность получить профессию, возможность обучаться, не отрываясь от производства, возможность получить навыки и опыт в различных направлениях бизнеса. Это в логистике, финансовых, банковских и страховых услугах. Хорошо. Давайте подробнее. Что же все-таки Татьяна Федоровна дает работу на почте молодым специалистам? Социальные гарантии какие-то есть? Карьерный рост, возможно, в дальнейшем? Да, конечно же. Во-первых, это и карьерный рост, и социальные гарантии. Все согласно трудового законодательства. Это выплата своевременная два раза в месяц заработной платы. Это оплата больничных листов, это предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, декретных отпусков с сохранением места работы, предоставление учебных отпусков. На нашем предприятии очень сильно развито профсоюзное движение, и поэтому где-то 80% сотрудников состоят в профсоюзе. Совместно с профсоюзом предприятие еще дополнительно предоставляет ряд гарантий. Это и оплата детских лагерей, и оплата санаторно-курортного лечения. Кроме этого, при выходе на пенсию в 60 лет, наши работники, кроме государственной пенсии, еще получают негосударственную пенсию. Очень хорошее преимущество, я считаю. Да, 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 очень хорошее преимущество. Молодой специалист, который еще даже нет образования, может прийти к вам, и всю жизнь вы будете его курировать, и после образования, получат образование, приходят к вам, опять же, у вас работает, получат все социальные гарантии, которые нет. Да, да, да. Очень хорошо. Наталья Вадимовна, вопрос еще к вам. Раньше многие шли работать почтальонами из-за удобного графика. Заносили корреспонденцию по почтовым ящикам, и дальше шли на учебу. Сейчас работает такая же система, график, насколько удобен? Сейчас, конечно же, у нас есть гибкий график работы. Но если учеба начинается в 8 утра, то студенты не могут подрабатывать почтальонами. Мы предлагаем следующий вариант. Почасовую работу операторам в отделении связи. Основной поток клиентов в отделении после 16 часов, когда заканчивается рабочий день. Большинство клиентов обращаются в отделение за получением мелких пакетов. И в связи с этим в отделении нередки очереди. Будучи помощниками операторов связи, студенты здорово помогли бы разгрузить при выдаче почтовых отправлений очереди. Такой график удобен для студентов. Можно подобрать отделение ближе к месту жительства. С гибким графиком работы в удобное для них время. При трудоустройстве студенты могут не только учиться нормально, но и зарабатывать стаж и опыт в крупнейшей федеральной компании. Татьяна Федоровна, есть такое учебное заведение, где обучают на почтовых работникам. Такую емкую специальность, скажем так. Есть? Очень жалко. Но вот в Чувашии у нас таких учебных заведений нет. Поэтому при приеме на работу мы проводим обучение самостоятельно. У нас есть учебный класс, в котором у нас есть преподаватель, который при приеме на работу начинает обучать сотрудников. То есть проводит первоначальное обучение, какие у нас есть направления. Проходят они обучение в системе дистанционного обучения. И, конечно же, практика. Практика в отделениях связи. Это после полдня они у нас обучаются в учебном классе, полдня они закрепляют в отделениях связи. И так они обучаются у нас неделю-две. То есть тем самым мы адаптируем работника, чтобы они мягко вошли в свою профессию. А дальше уже они начинают уже проходить и обучение, и практику у себя в отделениях связи. По окончании двух месяцев мы с ними проводим тестирование еще заключительное. И уже видно, сможет работник работать по этой профессии или нет. Если у него вдруг не получилось, такое тоже бывает, мы ему предлагаем уже другие профессии. Вот, например, сортировщики, работа в бэк-офисах. В общем, ну, всевозможные уже варианты рассматриваем. А так, в основном, конечно, обучение проходит у нас с хорошим очень преподавателем. Это бывший руководитель отдела технологий, который знает прям всю подноготную почтовые связи. И наши стажеры очень довольны прохождением вот этого обучения. И то, что они именно мягко вливаются, адаптируются и вливаются уже в коллектив и начинают работать у себя на рабочих местах. Если позволите я дополнить Татьяну Сёдоровну по поводу обучения. Вот мы говорили о том, что мы приглашаем молодежь, студентов. Понятно, что они приходят вообще часто без представления о том, что такое почта, какие используются технологии, в чем, собственно, работа заключается. Большим нашим преимуществом перед остальными работодателями является то, что у нас они одновременно обучаются, получают профессию базовую, профессию, по которой, в принципе, они могут и у нас дальше расти, развиваться. Если они, например, захотят уйти куда-то, они, в принципе, готовые сотрудники уже. И я думаю, сотрудников почтовой связи, которые знают уже очень много продуктов, вот Наталья говорила, они в банковском секторе уже задействованы, в сфере продаж. Какие-то клиентоориентированные основные навыки у них есть. Думаю, они очень ценные сотрудники. Получают профессию, самое главное у нас. И очень часто, когда люди после школы не смогли куда-то поступить, жизненные обстоятельства сложились так, что не смог учиться человек. У нас беспроблемно он может одновременно и учиться, и работать. Вот наглядный пример. Девушка, о которой я говорила, в прошлом году стала лучшим оператором связи России, Диана, да, наша Эльменева. Она тоже пришла 6 лет назад после школы на работу к нам в отделение номер 5 в Юго-Западном районе. Вот она там 5 лет проработала, параллельно училась. Получила и вот в 17-м году она одновременно и закончила институт, писала дипломную работу, одновременно она принимала участие в конкурсе и все это время продолжала работать без отрыва. Конечно, нагрузка была большая, но зато человек, видите, получил и профессию, и к тому времени, когда она кончила институт, у нее была уже солидная работа, можно сказать. И работа, и диплом. Конечно, все в одном флаконе. Очень хорошо, да. И вот такой же шанс, в принципе, есть у всех наших сотрудников. У нас очень много людей, которые в учебных отпусках находятся, очень много молодых сотрудников, которые у нас вообще в декретном отпуске находят, Татьяна Федоровна. Они возвращаются, в принципе, и продолжают дальше работу на почте. Я думаю, ну, одновременно вот это все вместе получить, да, и обучение, получение профессии, какие-то социальные гарантии базовые. И потом, воплотив там все свои задумки в профессиональном и личном плане, да, там, став мамой, опять вернуться на эту работу беспроблемно. Ну, мало в каких организациях такие возможности у людей есть. Мы своих сотрудников очень ценим и приглашаем к нам работать, и чтобы наглядно убедились уже они, что реально эти гарантии есть. Да, коллектив у нас очень дружный. Коллектив молодой. Да, мы между собой говорим, кто один раз пришел на почту, тот уже остается там навсегда. Так что мы очень рады будем, то, что наши ряды будут пополняться новыми сотрудниками, новыми специалистами. А в плане профориентации, например, мы большую работу проводим с молодежью уже со школьной скамьи. Значит, у нас постоянно действуют вот программы экскурсий. Очень часто в гости приходят к нам школьники. Даже не школьники, даже из детских садов уже к нам начинают ходить дети. Вот для каждого возраста, да, есть какая-то своя программа. Соответственно, мы разные вещи им показываем. Но поход на почту, экскурсия на почту, для них это всегда очень интересно. Конечно, события целые. И какие-то технологии, например, да, особенно для вот младших школьников, им очень интересно, вот как раньше было, когда начинаешь показывать, что был, оказывается, на почте такой сургуч, как вот его надо было греть, там из него можно всякие печати, штампы ставить. Вот они этого обожают. К старшим, естественно, интереснее уже какие-то, да, более современные вещи. Они уже для себя выводы делают. Конечно. У нас был, ну, и продолжает действовать с такой совместным проектом с Народным фронтом. Вот буквально две недели назад у нас тоже в течение недели каждый день к нам приходили группы школьников из разных чебоксарских школ на экскурсии. Мы показывали, не только рассказывали им о почте, да, там, в теории, показывали вот реальные рабочие места, чем у нас занимаются операторы, работа почтальона, из чего состоит, да, сортировщика, там, водителя, как день построен. Говорили о том, что почта – это вот такой круглосуточный механизм, постоянно работающий. Конечно. Что там перерывов нет, да. Это вот, это же здорово работать в такой компании, которая ни на секунду не останавливается. Вот. Они всегда с большим восторгом потом уходят от нас. И приходят работать потом, не замечали, не обращали внимания, нет такой статистики. Мы не ввели статистику, ну, здесь трудно, когда-то была на почте на экскурсии, да, там, ну, была, может, лет 10 назад. Это трудно выявить. Ну, вот Наталья сказала, у нас почти 70% наших операторов – это люди до 35 лет, да. Я думаю, да, многие из тех школьников, которые были на экскурсии, к нам вернулись. Впечатления остались, да. А детские впечатления самые сильные, на самом деле. И у нас очень развитые трудовые династии. И многие, например, да, вот родители работают. Вот Наталья даже у нее, мама работает почтальоном. Она тоже к нам пришла на почту, да, работала у нас оператором связи. Да, теперь она вот занимается подбором персонала у нас в управлении, в департаменте по управлению персоналом. В общем, у нас много возможностей, и мы призываем пользоваться этими возможностями. Какие современные технологии принимаются на почту России? Что-нибудь появилось с момента… Да, Татьяна Федоровна уже говорила о том, что Почта России изменилась принципиально за последнее время. Одно из самых новых решений – это простая электронная подпись, с помощью которой выдаются регистрируемые почтовые отправления. Когда один раз человек регистрируется, либо на сайте госуслуг, либо на сайте Почты России, либо в отделении связи, и дальше он самостоятельно, без предъявления паспорта и без заполнения извещения, может получать почтовое отправление. Сервис очень удобный, и у нас уже почти половина всех получателей именно таким образом забирает почтовое отправление из отделений. Тоже очень интересное решение – это личный кабинет для юридических лиц и для физических лиц. Это упрощенный прием почтового отправления, когда человек может не тратить время в отделении, а все предварительные процедуры провести дома за личным компьютером или в офисе. Подготовить адресный бланк, распечатать его, там автоматом присваивается штрих-код. Можно принести уже полностью готовое отправление в отделение связи, и останется его только оплатить. Но есть еще сервис «Предоплаченная посылка», когда и заплатить можно там же на сайте, отплатить пересылку. Но в этом случае нужно будет сдавать посылку, в принципе, любое регистрируемое отправление, непосредственно в центрах выдачи и приема посылок в специализированных отделениях наших. Это вот самые последние решения, которые появились буквально в последние три месяца у нас. А так, да, действительно, очень много передовых сервисов внедряется онлайн, которые упрощают существенно и работу оператора, и жизнь клиента намного проще делает все операции. Вот коллеги мои уже говорили о том, что, конечно, все эти новшества, они легче воспринимаются молодыми людьми, которые, в принципе, уже знакомы с этими сервисами, для которых вот эти все посылки, онлайн-сервисы, да, это вообще нормы жизни. Соответственно, их часто даже обучать не нужно, наоборот, они нас многому научить могут. Поэтому мы с удовольствием приветствуем молодежь на почте. Опять же вопрос к вам. Недавно прошел конкурс персонального мастерства среди работников почтовой связи, да, можно так сказать. Что он дает непосредственно работникам, этот конкурс, насколько часто проводится? Да, действительно, буквально на прошлой неделе у нас прошел в Чебоксарах макрегиональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Конкурс «Почта России» этот проводят ежегодно по разным профессиям. В этом году выбирали лучшего начальника и лучшего оператора на уровне филиала, на уровне макрегиона. Значит, вот в декабре состоится финал конкурса в Москве. Я знаю, были хорошие результаты нашей республики. Расскажите об этом. Да, Чебоксарская республика, ну, как всегда, даже можно уже сказать, как всегда, потому что это часто у нас бывает, вышла финал. Значит, одна из наших участниц, Елена Репина, оператор 22-го отделения, заняла второе место. Начальник 26-го отделения Ирина Иванова, значит, стала лучшим начальником отделения связи макрегиона «Волга-1». Ну, соответственно, сейчас у нее идет активная подготовка к финалу конкурса. Мы очень рассчитываем, что она у нас сможет стать лучшим начальником Российской Федерации, поскольку практика такая уже есть. Вот в прошлом году тоже выбирали лучшего оператора, и им стала Диана Ильмениева из 5-го отделения Чебоксарского. Значит, сегодня она уже не оператор, она уже трудится ведущим специалистом в отделе мониторинга и управления сетью и курирует почтовое отделение, там учит их работать уже. Прямо сейчас, за этой дверью, сотрудники связи Приволжского федерального округа проверяют свои профессиональные навыки. Давайте посмотрим. Между участницами, лучшими операторами и лучшими начальниками отделения связи лед таял буквально на глазах. Конкуренты в мастерстве сумели создать на площадке атмосферу праздника и дружелюбия. И понять, какой регион представляет та или иная участница, порой было сложно. Участницам предложили три задания. Письменный тест, практическое задание, где нужно было описать алгоритм действий в различных рабочих ситуациях и разыграть мизансцену работы с клиентом. Конкурс очень важен для наших работников, особенно для отделения почтовой связи, для основных профессий, операторов, почтальонов, начальников, для водителей он проводится. Каждый получает шанс проявить себя, как-то вырасти в профессиональном плане, повысить компетентность свою, но и в то же время получает возможность для карьерного роста. Диана Ильеменева в 2017 году стала лучшим оператором связи в нашей стране. Теперь она ведущий специалист отдела мониторинга. Участвовать очень важно, потому что это в любом случае дает тебе карьерный рост, какие-то награды, достижения. Благодаря этому конкурсу я получила возможность даже путешествовать. Мне выиграла сертификат на путешествие. Главный приз была машина, то есть можно теперь даже кататься на машине. Плюсы от участия в конкурсе отметили и сотрудницы связи из других регионов. Здесь собрались лучшие из лучших, здесь начальники оператора, то есть те, кто действительно познал много в этой работе, и те, кто хотят дальше развиваться, продвигаться. Жизнь без почты – это уже не жизнь, то есть у меня практически вся семья работает на почте, так что переходим с поколения в поколение. Почта России динамично развивается, внедряя все новые и новые услуги. Мы гордимся нашим филиалом, я говорю честно, но не скрывая нашей любви. Не секрет о том, что второе место приводка федерального опорта мы занимаем по подписке на тысячу населения. Почта России на самом деле меняется, меняется очень сильно. Жалоб за последний год на действия и на работу Почта России в нашем отделении у нас не было. Полезность и нужность своей работы доказали все участницы конкурса. Наши землячки выступили достойно и оправдали ожидания. Оператор Елена Репина заняла второе место, а Ирина Иванова стала лучшим начальником отделения связи в макровегионе «Волга-1». Задания были несложные, но были такие нюансы в вопросах, немножко каверзные. Для меня конкурс значит повышение своего мастерства именно в должности начальника. Также я узнала много новой информации, поэтому считаю, что для дальнейшей работы она мне пригодится. Теперь Ирина Иванова готовится к финалу конкурса, который пройдет в Москве в декабре 2018 года. Зачем мы говорили «карьерный рост»? Конечно. У нас довольно много таких сотрудников. Вообще конкурс профессионального мастерства – это отличная возможность для персонала показать себя, проверить свои знания, повысить профессиональный свой уровень, уровень компетентности, с одной стороны. А с другой стороны, это толчок по карьерной лестнице. Когда все заметили, что вы очень толковый, дельный сотрудник, умный, профессиональный. Конечно, вас уже выделяют, и вы имеете все возможности для продвижения. А вот в 2015 году у нас оператор вышла в финал конкурса, тоже в Москве принимала участие Елена Малышева. Сегодня она работает у нас руководителем группы технологий в аппарате управления. В ее же отделе трудится Лариса Иванова, которая тоже участвовала в таком конкурсе и была финалистом филиального нашего республиканского этапа. Поэтому у нас… Я знаю, и подарки там очень хорошие есть, да? Конечно. Поэтому есть к чему стремиться, и машины, и путешествия. Лучшие профессионалы заслуживают хороших подарков, да, конечно. А кто может участвовать в конкурсе? Сколько надо проработать в отделении, чтобы попасть, участвовать в этом конкурсе, например? В этом году достаточно было иметь стаж полгода работы на почте. Ну, опять же, мы приветствуем появление молодежи. То есть нашим телезрителям это вот если устроиться к вам на почту в ближайшее время, через полгода… Конечно, проработать всего полгода уже можно принять участие вот в таких отборочных этапах. Если вы реально показали себя хорошим специалистом, конечно, на вас обратят внимание. А какой-то конкурс при приеме вообще существует у вас? Вот придет к вам специалисты, студенты, например, еще не специалисты. Какой-то конкурс есть для них? Когда человек только приходит на работу, ну, неважно, там, студент, он молодой человек или уже с опытом и стажем, работая солидным, конечно, мы проводим предварительное собеседование, определяем, да, к чему есть у человека расположенность. Поскольку у нас, вот, коллеги сказали, много довольно профессий, используемых на почте, ну, вполне возможно, он пришел к нам оператором, а мы ему можем предложить, там, более интересную ему вакансию. Или человек пришел к почтальонам устраиваться, да, вот он явно подходит и может работать, там, оператором почтовой связи. А может, по-подробнее, какие профессии вы понимаете? Может быть, вот нас сейчас слышат, нас видят. Какие профессии можно прийти к вам и устроиться? Вот почтальон еще кто, например. Самые массовые профессии у нас сказали, да, это почти половина всех наших сотрудников – это почтальоны. То есть те, кто обеспечивает доставку почтовых отправлений до дома, до квартиры, до офиса. Затем операторы отделений, те, кто вот во фронт-офисах непосредственно с населением работает, оказывает услуги. Значит, водители востребованы у нас, да, то есть люди, которые обеспечивают доставку почтовых отправлений до каждого почтамта, до каждого районного центра, в каждое отделение. Вот, и, кроме того, есть самого различного плана специалисты. Татьяна Федоровна перечисляла, в принципе, да, это и бухгалтера, и экономисты, и юристы, и кадровики. Ну, периодически вакансии возникают почти во всех сферах. Куда же обратиться, Наталья Вадимовна, если нас посмотрели, услышали и хотят прийти к вам на работу? Можно обратиться по номеру 622247. По всем возникающим вопросам обязательно проконсультируем, обязательно все расскажем про каждую вакансию, и про график, и про место расположения. Уважаемые наши зрители, Почта России очень ждет вас. Все мы очень надеемся, что вы видели эту передачу, что мы довели до вас всю информацию, которая вас интересует. И очень надеемся, что вы в ближайшее время созвонитесь с нами, и мы очень рады вас видеть в наших рядах. Спасибо вам большое за беседу, за вашу работу. Надеюсь, что наши телезрители услышали, обязательно к вам придут. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что у нас в гостях были представители одного из крупнейших работодателей нашей страны, Почты России, Татьяна Ануфриева, заместитель директора филиала по управлению персоналом УФПС Чувашии, Наталья Степанова, ведущая специалист по подбору персонала и главный специалист по корпоративным коммуникациям Оксана Иванова. До свидания еще раз и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok